МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кому в этот раз заглянули в гости? Внимание, водители! С 23 декабря, ориентировочно с 18.00, будет перекрыта площадь Ленина для проведения массовых мероприятий. В городе также изменится график движения автобусов и троллейбусов. Когда? Зажигай! В авруйских электрических сетях праздник – День энергетика. Все поставленные задачи были выполнены. Как отметили. А также неделя безопасности, проект строительства и нововведение 2021-го. В стране вырастет минимальная зарплата. Насколько? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси выздоровели выписанные 154 807 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 177 274 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 3 803 118 исследований. Такие данные приводит Минздрав. В Беларусь будет обеспечена вакциной, и каждый получит к ней свободный доступ. Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам разработки противовирусных препаратов. Белорусскими вакцинами заниматься будем. Производство иммунобиологических препаратов такого уровня абсолютно новое для нашей страны задача. Но в мире опыт большой. Есть определенный потенциал и у вас в Минздраве, и в Академии наук. И, как мне докладывают, на решение этой задачи уже нацелены ведущие сотрудники, ученые в сферах вирусологии, иммунологии, генетики, клеточной инженерии. Для того, чтобы выбрать наиболее характерный штамм вируса для производства вакцины, изучено генетическое разнообразие его вариантов. Отрабатываются три возможные технологии получения прототипа вакцины. Изучается динамика состояния иммунитета у пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусом, а также аспекты сохранения иммунного атлета организма. Это поможет выбрать основную мишень, если можно так сказать, для создания отечественной вакцины. Президент подчеркнул, что внимание всего мира сегодня сосредоточено на важной проблеме ликвидации вспышки коронавирусной пандемии. Для этого все страны принимают беспрецедентные меры. Беларусь не стала исключением. Время исполнять желание. В стране продолжается благотворительная акция «Наши дети». На протяжении 25 лет она делает счастливее тысячи детских сердец. Главные волшебники в ней взрослые. В качестве подарков все самое необходимое и вкусное. Бабрусь, как всегда, не остался в стороне. Нет повести радостнее на свете, чем акция «Наши дети». Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации сегодня в объективе камер. В гости к ребятам заглянул Дедушка Мороз. Но по законам жанра, с первого сказка, а после главной новогодней волшебники. И, конечно, подарки. В главных ролях самые известные персонажи. Человек-паук, Буба, Миньон, Каще Бессмертный. Ребята на месте тоже не сидят, танцуют и поют, играют на музыкальных инструментах. Нельзя не отметить и шикарные белоснежные костюмы. После театрализованного представления на аванс сцены выходит он, Бородатый Дед Мороз. Вот мы к вам пришли опять. Будем песни петь, плясать. Становитесь в хоровод. Дружно встретим Новый год. Теперь самое приятное время подарков и поздравлений. От Горисполкома. Компьютерная техника для образовательного процесса. Набор детской мебели подарил зоотракторных деталей и агрегатов. Красный пищевик, как всегда, удивил сладкими сюрпризами. В рамках акции «Наши дети» в городе проходит ряд благотворительных праздников, новогодних утренников. Конечно же, ни один ребенок не останется в стороне, потому что акция направлена в первую очередь на поддержку детства. И Бобруйский городсполком оказывает всяческую поддержку детям. Детям с ЦКРО, детям многодетных, семьям, малообеспеченным, детского социального приюта. Миссией любого человека, любой организации является помощь детям. И делать их жизнь счастливее, особенно тех, кто больше всего в этом нуждается. В преддверии Нового года взрослые, конечно, должны дарить праздник. Особенно этот праздник важен для таких детей с особенностями развития. Им нужно больше уделять внимание, уделять ласки, дарить тепло, доброту. Родители и дети остались под впечатлением от праздника, что скрывать и взрослые были рады таким нужным подарком. Перед тем, как встретить гостей, конечно, мы очень волновались, мы много тренировались, мы подбирали костюмы. И нам помогает в этом всегда гимназия, школа, колледж искусств города Бобруйска. Все замечательно. Артисты очень хорошие, спонсоры к нам, хорошие гости приехали. На этом сюрпризы для наших маленьких граждан не заканчиваются. Впереди еще много встреч и подарков. Добрая акция продолжится до 10 января следующего года. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Время повышенной внимательности в Бобруйске проходит неделя детской безопасности. Она продолжится до четверга. Впереди школьные каникулы, а это весьма беспокойное время для сотрудников ГАИ. Зимний период характеризуется сложными погодными условиями. Поэтому всем взрослым необходимо напомнить своим детям об опасностях, которые могут подстерегать на дороге. Водителям не стоит забывать про дистанцию, боковой интервал и скорость движения. Все маневры должны быть обдуманными. Водителям необходимо помнить о том, что подъезжая к перекресткам, пешеходным переходам, остановочным пунктам, детским садам, либо школам нужно снижать скорость до минимума, вплоть до полной остановки транспортного средства. Детям необходимо помнить и объяснять о том, что они должны переходить дорогу по пешеходному переходу на одежде. В темное время суток у них должны находиться световозвращающие элементы при любых погодных условиях, так как это обезопасит и ребенка, и водителя. Водитель заранее увидит ребенка. Также не следует выбегать на проезжую часть дороги и нельзя стоять у края проезжей части дороги, либо на краю тротуара. В 2020-м на дорогах Бавруйска с участием детей произошло 7 аварий. В них 8 ребят получили травму. Всего же в Магилевской области таких ДТП зафиксировано 45. Один ребенок погиб, 48 травмированы. Раунд переговоров, тарифные планы и предновогодние ярмарки. Горожан приглашают закупиться в канун праздников «Куда идти?». Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Проект строительства железной дороги в Минск аэропорт планируют разработать до 2024-го. Его цель – создание и развитие транспортного сообщения между Минском, китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень» и национальным аэропортом. Это позволит связать прямым железнодорожным сообщением два крупнейших транспортных узла страны – вокзал станции «Минск-Пассажирский» и национальный аэропорт. Минимальная зарплата с 1 января следующего года вырастет до 400 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина. Сейчас она составляет 375 рублей. Также с 2021-го более чем на 8% увеличится пособие на детей. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 3 лет составит 449 рублей. Это касается первенца. При рождении первого малыша – 2700 рублей, второго и последующего – 3800. В Беларуси с 1 января ведут новый тариф на план электроэнергию для энергоемких производств. Предусмотрено выделение шести групп производств – потребителей электроэнергии. Тарифы для них будут дифференцироваться по принципу, чем выше объем потребления, тем ниже стоимость электроэнергии. Очередной раунд переговоров Беларуси и России по поставкам газа пройдет на этой неделе. О таких планах рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич. Глава Минэнерго также добавил, что в стране проведут оценку возможности строительства второй АЭС. Это сделают в следующем году. Бобручам приглашают на предрождественские и предновогодние ярмарки. Они пройдут 24 декабря и с 29 по 31 число. Торговля развернется на социалистической – пешеходная зона от Карла Маркса до Дзержинского. Покупателям предложат широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Время работы ярмарок – с 10 до 3. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением болевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В стране отмечают День энергетика. Главное достижение на современном этапе – ввод в эксплуатацию атомной станции. Работники бобруських электрических сетей в числе лучших в области. Поэтому конец рабочего дня – приятный вдвойне. Хочу поздравить всех работников отрасли с профессиональным днем, Днем энергетика. Хочу отметить то, что год был непростым в связи с эпидемиологической ситуацией. Но, тем не менее, все поставленные задачи были выполнены. Выполнены работы по повышению надежности сетей. В следующем году предстоит еще больше работы этой выполнить. Но это уже в следующем году. А пока 2020-й, нужно принимать поздравления с профессиональным праздником. Грамоты, благодарности, привычную спецодежду сменили на повседневную. Конечно, благодарен руководству за то, что меня поощрило. Увидело мои достижения, наверное. И опять же, как говорилось ранее, это достижение не одного человека, а всего коллектива. Поэтому, опять же, хотелось поблагодарить коллектив. Награды всегда приятно получать, особенно в канун своего профессионального праздника. Но это, соответственно, стимулирует к дальнейшему развитию, совершенствованию. Конечно, это оценка руководства по проделанной работе. Но хочу также сказать, что работа руководителя непосредственно связана и с его подчиненными, с его трудовым коллективом. И, естественно, все результаты, которые получаются у нас как в текущем году, так и в будущем, это заслуга также трудового коллектива. В Бобруйске пять прилегающих районов. Сегодня почти тысяча энергетиков контролируют электроснабжение десятка тысяч домов и сотен предприятий. Системы умных электросетей вычисляют аварии за минуту. Специалисты ликвидируют их за час. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Внимание пассажиры! В новогодние праздники в Бобруйске изменится график движения общественного транспорта. Речь идет о 31 декабря и 1 января. Некоторые рейсы будут отменены. Однако в саму новогоднюю ночь организуют дополнительные троллейбусы и автобусы. Подробные расписания можно найти на сайте Бобруйского горисполкома. Госавтоинспекция предупреждает, что в период с 23 декабря, ориентировочно с 18.00, будет перекрыта площадь Ленина для проведения массовых мероприятий. Госавтоинспекция убедительно просит заранее планировать свой маршрут передвижения. Все ближе и ближе Рождество и Новый год. Время волшебства, подарков. Несмотря на пандемию и связанные с неограничения, приятно дарить родным, любимым друзьям подарки. Ведь Новый год – время, когда исполняются мечты. В этом году абсолютное большинство белорусов не выезжали за границу на предновогодний шопинг. Но без подарков не остался никто. Столичный торгово-развлекательный центр «Дана Молл» дарит праздник своим гостям. Всего полторы недели отделяет нас от Нового года и буквально несколько дней от Рождества, кто празднует его 25 декабря. Да и от Рождества по православной традиции тоже всего ничего. Коронавирус внес жесткие изменения в привычную жизнь. В этом году подавляющее большинство белорусов не попали на заграничный шопинг. Плюсы пандемии сэкономить можно и на шенгене, и на бензине, и на цене билета. Тем более в «Дана Молл» скидки европейского уровня. В «Дана Молл» сходили, и там довольно много скидок. Можно подарки купить родным, близким, например, у подруги. Именно в «Дана Молл» впервые пришли многие международные бренды, открывая свои магазины в Беларуси. Здесь прописались все ведущие производители нашей страны. Одежда и обувь, парфюмерия и аксессуары, бытовая техника и товары для спорта. Мы еще просматриваемся, процениваемся. Раньше ездили в Вильнюс, сейчас здесь покупаем. Большой выбор, нравится. «Дана Молл» – место, где без подарков не останется никто, на любой вкус и кошелек. Мы посещаем довольно часто торговые центры. На сегодняшний день выбор у нас достаточно большой. Можно и не ездить в ближайшие страны, в ближайшие зарубежья. Поэтому на сегодняшний день существует здесь много скидок. Поэтому пришли закупиться всей семьей, что-нибудь обновочки, подарочки к Новому году. Кое-кто уже успел сделать выбор. И скидки – это не только возможность выбрать подарки. Мы уже сделали подарок. Мы собирают дети, собирают супруга, собирают фишки. Мы купили сегодня, пароварку купили за 118 рублей. А стоит она 240. Классная скидка. Приходят семьями, присматриваются, делают выбор. Настроение и атмосфера праздничные. Мы восхищены все, что здесь. Как украсили. Да, и украсили. И сделали нам такое хорошее предновогоднее настроение. И да, перед Рождеством и Новым годом здесь можно купить и квартиру в комплексе «Минск Ворлд». Просрочку без процентов на 100 месяцев. Это лучшее предложение в стране. Цена квадратного метра стартует с 2300 рублей. Есть и отличные предложения по кредитам. Рождественская акция действует только до 11 января. Особое внимание безопасности продавцов и гостей. Данамол масочный режим. А если маски нет, то ее предложат. Дезинфекция на входе, санитайзеры в бутиках и на этажах торгового центра. Простые, но эффективные меры и праздник ничто не испортит. Праздник в Данамол уже наступил. Как и в прошлые годы, в главном атриуме установлена необычной красоты новогодняя ель. Композиция называется «Волшебный лес» и дети в восторге от анимированных фигур различных зверей и птиц. И два сказочных оленей из упряжки Санты даже готовы спеть рождественские песни по велению ребятни. Достаточно нажать на специальную кнопку. По украшению к Новому году Данамол уже давно не уступает лучшим торговым центрам Европы. Такой елки нет ни в лондонском универмаге Хэрротс, ни в парижской галере Лафаэд. И да, Данамол – это лучшая фотозона в стране. Спешите, рождественские скидки, атмосфера праздника ждут вас. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!